Мой любимый трон. Это будет самое трешевое видео на youtube. Мы соберем миллионные просмотры. Би-мама. Доброе утро. Это Би-мама. Довольно как слон. Потому как я все-таки решилась. Я встала на весы и поняла, что дальше так не хочу. Не могу себя ограничить. Ну вот ем все равно более жирное, более калорийное, чем мне нужно. Это просто пищевая привычка. Плюс стрессы. Я не тот человек, который ест мало, когда стрессует. И я понимаю, что стрессы бывают разными. Да, и не дай боже знать такие стрессы, от которых худеют. Но все же я заедаю какие-то мелкие свои нервы. Там печеньки, шоколадки и так далее. И все это, конечно, откладывается в боках попей. Вот это вот у меня уже выросло. Щечечки начинают расти. Не хочется. Мне 36 лет будет. И сейчас такой возраст, когда если запустишь этот процесс, потом очень сложно сбрасывать. Хотя в любом возрасте можно привести себя в порядок, если взять себя вот в руки. Вот я как раз собираюсь. И слава богу, что делаю это не сама. Мне помогает моя любимая Подоба. Кто давно меня смотрит, знает, что я уже когда-то с Леной Врединой Лайф у нас был спор, кто похудеет больше. И я его выиграла с минимальным отрывом, но выиграла. Лена получила торт в лицо. А мне помогала компания Подоба. Это компания, которая поставляет готовую еду. Правильное питание, вкусное, сбалансированное. И по всем микроэлементам, и по калориям, которые нужны, исходя из потребностей. Но вот у меня сейчас потребность я хочу сбросить до Нового года. Хотя бы 7,5 килограмма. Лучше, больше. В прошлый раз я похудела на 6 за месяц. И даже я не хочу называть это слово. Похудела, постройнела. Я начинаю питаться с Подоба. Что в этом всем хорошо для вас? Будет масса вариантов правильного питания, блюд, правильное питание. Что можно готовить для себя, если у вас есть на это время. У меня, честно, нету его. Я призналась себе откровенно. И вот сейчас буду вкусно кушать вместе с Подобой. Кто давно меня смотрит, знает про этот волшебный момент. Как же это приятно. Доставать свою еду. Пятиразовое питание. Итого. У меня на завтрак омлет с сыром. Ланч – это фруктовое желе. На обед у меня есть грибная похлебка. И вот она, индейка под овощами. Салат. Это мой полдник. С греческой заправкой. Витаминный салат. Ой, с семечками. Люблю семечки. И на ужин у меня азу из телятины. Ну, скажите, ну, этого более чем достаточно на день человеку. По крайней мере, я вообще не чувствую себя голодной. Я просто не могла пройти мимо, чтобы не показать вам, что Дима берет с собой на работу. Бедовенький такой артистический перекус. Курага с хлебцами. Кусочек черного шоколада. Коля, положи назад, не объедай отца. Помидорчик, огурчик, хамон. И какой-то испорченный сыр. Бедненький, как ты там будешь на рапетиции? Коля, не жри чужой обед. Вот жадинка. Не поделился папа. Забежали с Димой за Настюхой в школу, потому что были здесь рядом. Собираются. Они делают домашку. Вы спрашивали, остается ли она на продленку. Не всегда. Мы дома делаем домашку. Но как раз успеваем на все наши занятия. И сейчас Настя раньше заканчивает. Она в 5 часов вечера заканчивает занятия в музыкалке и на танцах. Сейчас побегу Настю, отведу на музыкалку. Успею пообщаться с Лесси. Приведу Настю и бегу в Эр-академию. Сегодня у меня урок. Я преподаю там вместе с Димой. Мы преподаем на сегодня Димой репетиции. Я большую половину урока буду сама. Я очень люблю преподавать. Делиться опытом. Мотивировать. Поддерживать. Какие-то свои шишки рассказать. От ошибок уберечь. Что-то полезное помочь. Натолкнуть. Поддержать. Это всегда полезно. Это очень хорошо. Я вам покажу, если кто может не видел, где это происходит. Это компания Эйр. Организовывает Эйр-академию. Мне нравится это обучение. По крайней мере, за себя я абсолютно ручаюсь. Если вам будет интересно, если вы захотите учиться, я могу оставить ссылочку. Можете пройти зарегистрироваться. Я буду рада. У нас очень много слушателей онлайн. Те люди, которые живут в других странах, которые не могут присутствовать на занятиях. И бывает оффлайн от трех до шестнадцати человек. В шестнадцать было максимум. Сегодня будет трое. Ничего, будет полезно всем абсолютно. Я общаюсь наравне и с теми, кто онлайн, и с теми, кто оффлайн. Да, это для меня полезный опыт. И, честно скажу, я этого хотела. Я очень рада, что это есть в моей жизни. Все, быстренько допиваю чай и побежала с Настюхой гуляться в скрипке и фортепиано. Выворот, Настя. Леся командует ногами девок. Они же косолапики сразу начинают баловаться, гуляться. Красотки. Девочки. Кто забыл рюкзак? Быстро дуйте за рюкзаком. Я нету. Настя, идите за рюкзаком, быстренько. Хозябки. Слушай, давай сделаем программу хуже всех. Мы будем победить. Я предлагаю нам, чтобы устроить прям выступление с лентой гимнастики. Это будет самое трешевое видео на YouTube. Мы соберем миллионные просмотры. Мы тут контент-план слайси разрабатываем пока. А потом, вообще предлагаю раз в месяц в день делать то, что наши дети. Жить графиком с детей один раз в месяц. Но ты играешь на скрипке, ходишь на танцы. Я гимнастка великий стадо-план. Слушай, Лэкли. Играю на фортепиано. А ты знаешь, что это круто? Мне понравилось. Ребята, если вы хотите такое видеть... И папы тоже, о чем мы одни будем. А давай и пап прогоним через эту мясорубочку. Да, и я думаю, что тогда у нас отпадет желание говорить, что ты не дотянул, что ты не дотянул. Косонатыш! Почему ты не убрал после того, как четыре часа танцевал? Это что, тяжело? Четыре часа в станках стоять вообще? Меня еще ждет Жан-Милл. О, а меня акробатика в воскресенье тогда? И тогда мы сразу поймем, откуда забрать детей и куда отдать. Думаю, закончим все рисованием. Поменяться местами. Ребята, если вы хотите это увидеть, пишите. А мы подумаем, как это спланировать. Но папы в купальниках это круто. Идите отсюда. Стоп, 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 стоп. Нет, действительно, это можно снять. Это может быть очень прикольно. Правда, мы себя очень подставляем, потому как думаю, что это будет очень нелегко. Но можно попробовать сделать. Мы идем с музыкальной школы, гуляемся, наговариваемся в процессе, потому что действительно нет времени сейчас встретиться, просто поговорить где-то, посидеть, попить кофе. Потому что мы встречаемся от школы к дому. От дома к школе. Все, давай, Нерев, заходи. Это что вы? Давай тебе полегче музыку. Давай, что-нибудь давай сюда. Спасибо. Донесу их домой. Спасибо. Я приехала на Улхьяновку. Как и тут, так и даже пусто. Странно. Офис-тейер находится здесь недалеко. Мне еще нужно на троллейбусе проехать, наверное, 3 или 4 остановки. Мне показалось, что совсем пусто, но это немного людей. Хотя сейчас час пик. 6.15. Ночь? Я вышла из метро. 6.20. Ночь. Ох, скоро зима. Да. Вот офис компании Air. Димки еще вроде нету. Сранно. Должен бы уже приехать, быть на парковке. А я пришла немножко заранее. Пойду чайчик себе сделаю. Здравствуйте. Меня пропустят. Меня шли на работу. Вот так выглядит. Если кто не видел, наш офис именно Air Academy, там, где мы преподаем, здесь есть студия настоящая. Смотрите. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь блогеры снимают иногда свою работу. Привет, Саша. Здравствуйте. Видите, здесь ты со студией заняты, здесь работают. Я немножко попылину для вас. Смотрите. Наше рабочее место мы здесь работаем. А наши ученики сидят вот там. Мой любимый трон и селфи-палочек. Пойду чай, пока сделаю, пока у меня есть время. Здесь очень удобный, хороший, уютный офис. Очень классно здесь. Люблю сюда приходить. А вечером сейчас никого нет. Вообще тишина, успокойствие. Каждый день ходила этими ступеньками. Тихо. Класс. А я затеявочка. Я, честно говоря, люблю просто черный чай. С лимоном, с имбирем, с медом. Ну, черный. Две петли не получится у нас. Вадима не любит. Мы пришли преподавать. А нам микрофоны не дают. Не получится у нас там Google трансляция. Все. До свидания. Я покидаю вас. Нет, я буду подгаркивать в твою. А мы можем ее посерединке прицепить. Нас с тобой будет слышно. Мы можем положить на стол и говорить просто. Нас будет слышно даже в Google. Не только в петлю. Один из себя любит, кстати, эспрессо. Маленький, такой горячий. Но я сейчас хочу больше. Хочешь больше? Да. Обычно ты любишь, когда он горячий при горячей. Да. Я тогда был в эспрессе делал. А я еще взяла вот такие штучки. Хочешь? Хочу. Я сгоняю наверно наверх, возьму себе еще. Еще? Еще? Ну ладно. Потому что тут только деревянные палочки. У нас тут удобненько. Так, в принципе, можно попить чаечек, кофеечек в перерыве. А это тот любимый момент, когда мы закончили. Все ушли, все довольны. Все замечательно. Все, поехали к деткам домой. Офис особенно спокоен. Оп-оп-оп, после девяти вечера. До свидания. До свидания. До встречи. Пока. Все. Дима вон договаривает. Мама уже позвонит. Как вы, когда вы? Мы всегда задерживаемся. Мы как-то не можем закончить вовремя, потому что хочется еще поговорить, еще поговорить. А вот будущие блогеры еще тоже стоят, разговаривают. Все вот это вот происходит у нас. Игрушки покупают. Зачем дорогие игрушки? Зачем дорогие игрушки этим детям? Скажите мне. Боже, это действительно смешно. Аккуратно. Прошу тебя. Настя, 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 он маленький. Дай ему маленький тазик. Помимо. Давай, на тебе тазик, а мне такой. Я стукнул сверху. Не, он не согласен, по-моему. Или согласен, нормально? Ладно, поехали. Боже, я боюсь, что он перецепится. Ну, дай же ему пройти место, Настя. Ну, в общем, вы поняли, за этим можно наблюдать вечно. Что, ой-ой? Коля, а ты будешь купаться? Не могу. Почему? А будешь сейчас кушать еще? А купаться? Купаться пойдешь? Ты передумала в водичку купаться? Ага. Хорошо. Что? Что там? Вода? Ты пойдешь купаться? Хорошо, сейчас покупаемся и буду ложить их спать. Возьми ее ручку. Гляньте. Соображает. Все, пошли купаться. Это я, конечно, не покажу, но... Может, в трусиках мы? Нет, идите купайтесь себе, как хотите. Ой, скажем. Давай больше воним. Да? Хорошо. Ну, хорошо. Вот так, собственно говоря, ребята, наш вечер и закончится. Я вам скажу, это замечательно, что они играют уже вместе. Но за ними нужно смотреть. Не-не-не, нельзя ни с животными, ни с маленькими оставлять старших детей. Я уже слышу, что они что-то моют в унитазе. Ладно. Все. Всем пока. Вы пока там подписывайтесь. На красную кнопку смело жмите. Обещаю, что дальше будет тоже интересно. И на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Сейчас пока успеваю делать каждый день. Дальше не знаю. Но пока работаем в этом ключе. Всем спасибо, кто досматривает видео до конца. Вам отдельный респект. Я пошла купать этих глоедов. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok